В нем чувствуется изысканность, природный шарм и воспитание, как говорится, порода. Его отец – прославленный композитор и директор Большого театра Кирилл Молчанов. Мама – актриса Театра Советской Армии Марина Пастухова. Сестра – известная теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева. А крестная – Ольга Книперчехова, жена Антона Павловича Чехова. В таком окружении затеряться очень легко, но этого не случилось. Владимира Молчанова по праву называют легендой советского телевидения. Журналист-международник, ведущий информационных программ «Время» 90 и 120 минут и, конечно же, до и после полуночи. Эта знаковая передача выходила в эфир всего лишь три с половиной года, но была столь яркой и прогрессивной, что до сих пор вспоминается, как глоток свободы и образец вкуса на советском телевидении. Сегодня мой герой – радио и телеведущий, журналист Владимир Молчанов. Здравствуйте, Владимир Кириллов. Здравствуйте, Таня. Очень рада я вас видеть. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня мой герой. А вот скажите, пожалуйста, вам интереснее брать интервью или давать интервью? Давать интервью мне совершенно не интереснее. Да, правда? Брать, да. Потому что 30, сколько лет, с 87-го года меня спрашивают почти все время об одном и том же. Курю ли я беломор, 50 ли я лет или 60 женат. Как у меня расстреляли деда. Как была в ссылке моя баба. Я об этом рассказывал все уже тысячу раз. А о том, что мне интересно, меня не спрашивают. А что интересно? Ой, мне очень много интересных книг. Мне интересны и ваши в том числе. Особенно «Хроника глупостых времен». Спасибо, Володь. Спасибо вам большое. «Мудок». Я все-таки вырос в музыкальной семье. Я очень люблю музыку. Масса вещей мне интересны. А то, что вот о вас говорят, и я это читала много раз и слышала много раз, что вы легенда. Вот Владимир Молчанов – человек легенда. Ну, глупость какая-то. Нет, это на самом деле не глупость никакая, потому что такой значимости и популярности, как у вас, да, ни до, ни после не было ни у кого. И не будет никогда. Очень хорошо на этот счет ответил Володя. Я его Володя называю. Он меня знает с трех лет. Владимир Владимирович Познер. Когда он сказал лет 25 назад, что если я буду показывать неделю круп, задницу вот этой лошади, эта задница будет самой популярной задницей в стране. Поэтому по телевидению можно рассказывать неделю о том, как трактор сыграл с шинником и стать очень популярным. Это природа телевидения. Это понятно. Я могу вам другой пример привести. Ко мне приходит выдающийся писатель Астафьев. Я его обожал. Из этой своей деревни, из Красноярска прилетел. Мы снимаем интервью в Останке. Он говорит, мне моей бабке позвонить надо. Я говорю, пошли. Оказывается, в Останке нельзя соединиться с его деревней. Я его везу на своем разбитом «Жигуле» на улицу Горького к центральному телеграфу. Там стоят очень много людей в кепках. Мы выходим. Астафьев идет. И навстречу такие дамы, видимо, из Елисеевского магазина, продавщицы. Такие все такие с шампусиком, с легким запахом, чесночка свежего. Идут довольные. Смотрят на меня и однако говорят, боже мой, мой любимый диктор Мукусев с программы «Добрый вечер, Москва, я вас поцелую». И при этом рядом стоит выдающийся писатель, которого не знает вообще никто. То же самое у меня было с Василем Быковым. Его не знал никто. В лицо, да? Вот это семейное окружение, детское, как влияет на личность, на человека? Ну, тогда это я не понимал. Я не понимал, что в дом приходит там великая актриса Мария Бабанова, которая живет в соседней квартире. Я не знал, кто такой Кторов, Станицын, Грибов, Яншин, которые после спектакля в филиале МХАТ, мы жили в 300-400 метрах, приходили выпить, бабушка готовила котлеты. А вот папа садился за рояль Яншина, брал гитару и пел цыганский романс. Это ведь не так, но я в этом рос, да? А понимать, я это все... Ну, видимо, я что-то слушал, что-то мне такое казалось, поскольку я уже в 13 лет написал, что у меня есть два кумира в жизни. Это Борис Александрович Петров, академик, главный хирург института Склифоцовского и ближайший друг моих родителей. Он очень хотел, чтобы я стал хирургом. Я ходил 17 операций смотреть в него. А вторым кумиром я назвал Джона Фиджеральда Кеннеди. Спустя 10 лет он полностью перестал быть моим кумиром. Я слишком много о нем узнал. Вот, то есть, видимо, то, что в детстве, это как-то откладывается. Черт его знает. А вот они какие были, эти люди? Понимаете, потому что вот вы называете имена, да? И это такая история немножко из греческого мифа, да? Это эпоха титанов, да? Кторов, Яншин с гитарой. Там была и Галина Сергеевна Уланова, и Майя Плесецкая. Майя мне долго потом рассказывала, когда я снимал, как я был в нее влюблен. Я этого не помню, но, видимо, я цепенел при ее виде. Наверное, да. Это когда был маленький. Я не знаю. И вот кажется, что они совсем не такие, как мы. Это невозможно, чтобы, допустим, люди собирались и шумно говорили, и хохотали. Мне кажется, что они должны были так чинно сидеть и вести разговоры о высоком. Вот как было? По-разному? Вот, по-моему, о высоком-то они как раз не очень разговаривали. Они о чем-то своем разговаривали, очень вкусно закусывали, уютно выпивали и наслаждались общением. То есть они понимали, что они пришли в дом, где не настучат, поскольку почти у всех что-то было с этим связано. И они понимали, что они в своем. Вот это их круг, где, в общем, можно быть откровенным, не бояться, и можно отдаться веселью. Когда ребенок растет в таком окружении, что от него требуют? Володь, читать, быть отличником, слушать Би-Би-Си или наоборот не слушать Би-Би-Си? Играть на рояле, играть в теннис? Играл я на рояле до 12 лет, до 11. Папа иногда бил меня линейкой по рукам, потому что моим домашним учителем был домашний учитель моего отца, Николай Папиевич Куделин. Он еще и давал уроки Рихтеру и такому замечательному пианисту Алексею Носеткину. Он всю жизнь был домашним учителем. Чудесный. Но папа не очень любил, когда я садился. Сестра волю, она все время в теннисе была, взяла меня за руку и отвела на Динамо. Я начал стучать, совершенно не понимая, зачем я играю в этот теннис. Правда, чемпионом Союза стал среди юношей в паре все-таки. Ничего себе. Ну, это так все. Книжки, да, заставлю Лялю читать. Но моя сестра не может забыть, как вместо, скажем, модельяне, я говорил модигляне. То есть я был, с ее точки зрения, совершенно необразован, неотесан. Все это я уже потом начал на филологическом факультете читать. Все, ну, вот так вот просто все. Очень много прочитал. Именно за это я и благодарен факультету. Да ничего, никак не заставляли. Учился я в школе плохо, вообще-то очень. Да, шесть школ сменил. Почему? Выгоняли? Ну, нет, сначала перешел, переехали. Потом в одной школе поругался с учительницей, сказал, что пишется не лотерия, а лотерия. А она писала лотерия. Она после этого меня возненавидела, перевели в другую школу. Вот, в третьей школе сказали, что-то плоховато учиться, перешел в четвертую школу. Но я уже играл в теннис и все время ездил на соревнования. И плюс я денег много зарабатывал. Гораздо больше, чем когда я закончил факультет и пришел работать в агентстве печати и удовольствия. Вот. Так что учился я плохо. А уже на филологическом хорошо. А это выбор чей? Ваш, Володь, филологический факультет или семьи? Нет, я поступил в школу-студию МХАТ. На курсы Виктора Карловича Манюкова, замечательного педагога, но тайно. Потому что я точно знал, что мои родители начнут орать на меня. Потому что папа писал музыку почти ко всем спектаклям. Там, МХАТ, и мама была актрисой театра Красной армии, потом Советской армии и так далее. И мама всегда говорила, только умоляю тебя, не женись на актрисе. Чего я и не сделал, слава богу. И я пошел, я занимался с двумя красивейшими женщинами. Тайно они меня любили, я их обожала. Это была Софья Санислава Пилявская, одна из самых красивых женщин страны, актриса МХАТа. А вторая Алсан Казанская, актриса Вахтанговская. Самая красивая, наверное, тоже. Они меня не выдавали. И я сдал вот это мастерство. И понятно, что я поступал, потому что там даже недобор получился на два человека. Я прибежал к сестре и сказал, все, я артист. Она, конечно, сказала об этом родителям, и на этом моя карьера театральная закончилась. Я понимаю, да. И она меня взяла за руку и привела на филологический факультет. Мама или сестра? Сестра. Она сама его закончила с французским. Когда ей говорят, куда ты будешь поступать? Мне было абсолютно все равно. Я так провел рукой, отвернувшись по списку языков и отделений, и остановился вот тут. Она сказала, ну это ты точно не потянешь. Я посмотрел, там было написано классическая филология античная. Да. По гречески язык. Я говорю, это я точно не потянешь. Говорит, давай что-нибудь другое. Я говорю, вот испанский. Я люблю очень танго, там это то люблю. Это единый испанский. Я пошел на испанский. Потом меня хотели выгнать, конечно. Я по тому же год не учился, а играл в теннис. Но мальчиков-то мало, тем более 192 роста на филологическом факультете. И столько же веса. Да, не выгнали. Да, и сказали, может, ты что-нибудь другое, но я на голландский пошел. Вот такая кривая... Дорожка. Я просто хочу зрителям сказать, потому что мы 15 раз помянули сестру вашу и ни разу не сказали, кто это. Это Анна Дмитриева. Сколько она? 18-кратная чемпионка страны по теннису. То ли 18, то ли 20. По-моему, 20. Да, 20-кратная чемпионка страны советской, то есть Советского Союза. Не России, а Советского Союза по теннису. Совершенно прекрасный спортивный комментатор. Потом она комментировала всегда просто... Так и до сих пор комментирует. Изумительно комментирует до сих пор. Когда пришлось всерьез учиться, филологический факультет славен, на мой взгляд, тема, что там нужно учиться. То есть сидеть и читать. Не обязательно. Нет, а как же? Читать же надо. Ну, читать надо. Но можно и не очень внимательно читать. Я когда вот понял, что уже все в теннис надо прекращать играть, надо уже чем-то заниматься, я всерьез занял себя голландским и начал читать. Ну, правда, тут же и женился. И это оказало благоприятное воздействие на отсутствие у меня в голове одного количества мозгов. Жена, в общем, благотворно на это повлияло. А она с вами училась? Да. Она перевелась из Гаванского университета на филфак с Кубы, на филологический факультет. И мы на первом курсе детьми поженились. Познакомились. А как ее зовут? Консуэла. Консуэла Сегора, да? Да. А родители не возражались, что мальчик маленький совсем вдруг задумал жениться? Мои были счастливы, что я наконец хоть буду пристроен. Вот. Ее были, по-моему, не очень рады. Они тут же с Кубы прилетели посмотреть, что это такое. Вот. Ну, в общем, как-то так подошло, видимо. Вот вы поженились и продолжали, значит, учиться. Правильно я понимаю? То есть более или менее внимательно читать, писать рефераты, курсовые работы и так далее. А как виделась дальнейшая жизнь? А никак. Я со второго курса начал ходить на практику в агентство писать и новости. Писать. Первый шедевр мой голландский домик в Подмосковье. Замещательный. В Воронова. Целый выезд семейный был. Мальчик едет писать первую статью. Все поехали, значит. Сопровождать мальчика. Ну, а потом вот как-то я начал переводчиком работать, деньги зарабатывать, там переводил всякие переговоры. Я очень хорошо знал, выучил голландский. Я переводил членом политбюро. Он вообще такой язык неприличный. Да, ужасно. Все от Петра Первого осталось. Вот, кстати, он оставил, Петр оставил в Голландии тоже некоторые свидетельства своего пребывания. Например, в голландском языке есть слово дурак, это дурак. Есть слово кнут, это кнут. Есть слово пировайн, это пировать. То есть, дай этому дураку кнутай, давайте будем пировать. Ну, что он вам еще мог оставить. Вы в агентстве Печати Новости, когда начали стажироваться, решили, что это интересно или ничем другим не хотелось заниматься? Нет, честно говоря, нет. Я в четвертом классе написал, как это называется, сочинение, кем ты хочешь. Сочинение, сочинение. Стать или быть. Да, да, да. Кем. Я написал хирургом или журналистом. Ну, вот хирургом не получилось, хотя это та профессия, которую я испытываю, наибольшее уважение. А вот журналистом получилось. А вы когда первый раз за границу поехали, вы же были совсем молодым человеком. 21 год. 27 год. Вас там что поразило, Володь, за этой границей? Первое. Когда мы ехали от аэродрома с Хипхолл, у нас три переводчика было на 600 человек с советской выставки. Двое из МГИМО и я. Правда, их быстро оформили, а меня 8 месяцев. Жена-испанка с родственниками в Испании. Все не так, как надо. Вот, ну, оформили там все. Вот. И мы едем прямо в огромный такой комплекс, где выставка советская, должна какая-то индустрия. И там стоит такая башня, и на ней написано Марбуро. И я, когда это увидел, я думаю, мама дорогая, наконец-то попал. Вот она, капитализм. Да-да-да. Попал. Вот. Это меня поразило. И второе, конечно, меня поразило абсолютная свобода поведения. То, чего я не видел в наших стройных ледах. Вот эти две вещи меня поразили. И я думаю, что если бы я не поехал таким молодым в Голландию, и потом я очень много раз был в Голландии, я таким остался бы. Саша Градский, мой приятель детства, говорит, что это он придумал совком. Вот этот термин. Таким кондовом немножко, Владислав Лерковский. Наверное, всегда буду помнить один эпизод, когда в одном из выпусков «До и после полуночи» Володя Молчанов, поговорив с каким-то иностранным деятелем, потом сказал, тот странный язык, на котором мы только что говорили, это голландский язык. И стал дальше говорить об этом человеке, об этом языке и так далее. Благодаря Владимиру Кирилловичу Молчанову в его программе, я бы даже сказал, начиная с Молчанова, страна переставала быть дремучей. Начали осознавать, что существуют такие понятия, как изящество, гармония, гармоничные люди, гармоничные события, города. Страна начала понимать, что культура это не только Большой театр и Третьяковская галерея, что это гораздо более широкое понятие, что там культурно посидеть это не значит просто поговорить без мата. Понимаете? Благодаря Владимиру Кирилловичу и его программе, и его команде большой, вот это все происходило, поэтому его справедливо считают легендой его и то, что он тогда сделал. Я вот что хочу сказать тоже зрителям, которые, может быть, кто-то забыл это время, а кто-то его и не знал по молодости лет, что тогда, когда вот вы начинали работать на телевидении, все было впервые. Это очень сложно себе представить, как это, да? Вот очень сложно. Но тогда весь вот этот телевизионный процесс был совершенно другим, да? Никто не умел так разговаривать с героями и с гостями, как вы разговаривали. Из чего это складывалось? Володь, вот это ваше новое телевидение. Вот вы откуда знали, что вот в данный момент на какой-то фрагмент там из какого-то фильма, с условной Брукшилд сказать, ну сейчас давайте посмотрим на красивую женщину. Ну, во-первых, это уже был 87-й год, я уже раз 50 был в Голландии, и год больше мне не разрешили. Год отработал собственным корреспондентом АПН в Голландии, и я смотрел их телевидение, и не только их телевидение. Я там впервые увидел компьютер, который мне привезли на три дня в наше бюро, показать, он у меня стоял. Вот, то есть я очень многое там посмотрел. Плюс я все время читал, я ходил в музей, я читал, я что-то видел, общался с американскими журналистами, там, с голландскими, со всякими. И вот что-то из этого я использовал, плюс я еще и на телевидении там немного работал, ну они все время меня приглашали что-то комментировать, там, то, что голландский у меня был свободный совершенно. Вот, и это мне помогло. А потом были какие-то темы, которые мы считали главными. Я считал главными и меня в этом поддержали, в том числе и руководитель программы Альвар Кокучаев. Это, безусловно, была Белая гвардия, это был Октябрьский переворот, это наша русская эмиграция первой волны, это сталинские репрессии, террор, и, конечно, это культура. Потому что, когда я показал Барышникова или Нуреева, которые беженцы, да, им здесь как-то было лет пятнадцать тогда, или мы, если не смертные, когда я Наталью Макарова балерину показал, телемост из Лондона, они не могли в это поверить. Все это хотелось показать, потому что это все было запрещено. Шнифки нельзя было. Разрешили в тот момент? Никто ничего не разрешил. А вас на ковры не вызывали, не грозились? Я один раз сходил, и все, больше не ходил. Дальше ходил мой руководитель программы и говорил, разрешили. А тогда никто понять ничего не мог. Не мог, да, да, кто там разрешил. Так мы показали первую в истории рождественскую службу. Ну, правда, всего лишь 15 минут, но немножко так все упали, потому что для показа в то время рождественской службы надо было не такую технику, которую вы располагаете, совсем другую повезти. Так все тихо повезли и поставили в Елоховский собор. И сделали включение. А потом все орали, кто разрешил, все говорили. А кто разрешил? А кто там, непонятно, кто-то. А выяснять-то себе, дороже. Мы на этом очень играли. Фрагмент я хочу, чтобы мы посмотрели до и после полуночи 87-й год выпуска. А вот и Андрей Миронов. Мы вас очень ждем. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Простите, что мы так поздно вас, такой поздний час пригласили. Да к тому же 8 марта, но у нас ночной эфир. Мы надеемся, вам спать не хочется. Вы знаете, я по натуре свой ночной человек. Сова. Ну, скорее филин, я бы сказал. Но мне кажется, что вот такого рода передача это это же эксперимент. Да. Начало. Вообще считаю, что любой эксперимент, любое начало, это прекрасно. И вот такого рода передача, она, я знаю, состав людей и состав, так сказать, различных интересов в этой программе. Мне кажется, что независимо от времени, а тем более, что это поздно, потому что за целый день, наверное, возникают какие-то и усталости, какая-то утомленность, и, может быть, хочется как-то расслабиться. И в этом расслабленном состоянии интересно и узнать что-то новое, и, может быть, послушать хорошую музыку и поговорить о хорошей музыке, тем более, что я знаю у вас в передаче. Вы много говорите о музыке. И о Леноне, и о Высоцком. Во всяком случае, я с удовольствием приму в этом посильное участие. Дэн. Вот что я хочу сказать. Вот прошли годы, сейчас на современном телевидении вот такая программа, она невозможна. Но она и тогда и была невозможна. Но тогда-то она была. Это как древнегреческая скульптура, Володь. То есть, она вот состоялась один раз в истории человечества, эта скульптура. И дальше ее нельзя повторить. Это все будет перепевом. Ну, будет, конечно. Я боюсь, и герои будут не так интересны, вот которых сегодня можно пригласить, чем те, кого приглашали мы. Потому что, как правило, Андрюш Тону известен был очень. Это его последний приход в жизни на телевидении. Очень много людей, которые были совершенно закрыты. Их никто не разрешал никогда звать. они приходили. Вот. И это было очень важно для огромной части страны. Потому что все слушали, знаете, я как-то на двух машинах мы поехали на Каневское водохранилище, отдыхать. И жили в каких-то палатках в лесу около этого водоема колоссального. и когда мы ложились спать, то из 50 палаток доносились «Свобода», «Би-Би-Си», «Радио», «Свобода». Все все слушали. Потому что нацик хочу слушать. Все то же самое на полях страны. А все все слушали и очень многое слышали. И вдруг они увидели. В первой программе, в той, в которой был Андрюша, она заканчивалась потрясающей песней «В помощь голодающим Эфиопии». Никто не знал, что такое Эфиопию. там спели все звезды тогдашнего рока. И мой режиссер, когда писал титры, он сделал шесть или восемь ошибок. Потому что никто не знал даже, как писать их фамилии. И когда Боря Гребенщиков увидел там всех, и Майкла Джексона, и там, ну, в общем, всех-всех-всех, они все обалдели. Рок-то у нас любили, джаст-то у нас любили. Вот Андрюш, мы с ним по одному билету на джазовый фестиваль в Голландии ходили. У него один билет был, а у него не было. Вот. И я ему свой совал журналистки, он пойдет послушает. Потом выйдет пить, и я пойду послушаю. все ждали это. И власть тогда понимала, что это нужно. Ну, потом уже все начали закрывать, и себя-то мы сами закрыли по собственной инициативе, потому что мы были последними в 91-м году. А вы закрыли себя, потому что больше не хотели? Не хотелось быть иконой, чтобы на нас показывали, говорили, почему у нас есть свободы. Взгляд закрыли, Пятое колесо закрыли, 600 секунд Саши Невзорова закрыли, еще какой-то прожектор перестройки закрыли, только вот это. Но стали заходить в монтажную и подсматривать, что мы монтируем. Потому что обычно утром мы давали одно на орбиты, ну, там какой-нибудь красноярский ансамбль песни и танцы. А вечером мы давали совсем другое. Понятно. Там вечером был прямой эфир, и утром был прямой эфир, и в прямой эфир в полдвенадцатого ночи. Поэтому там проникали уж такие люди. За некоторых бывало стыдно, но все было. Владимир Молчанов никогда не делал ярких политических заявлений, но у него всегда была своя нравственная позиция и свои принципы, которым он никогда не изменял. Ну, вот ситуация, например, с вильнюсскими событиями, после которых он выкинул партбилет. Это его представление о добре и зле проявилось, когда он сделал свой знаменитый по тем временам документальный фильм «Забой», после которого он ушел с телевидения. Это была, если хотите, с его стороны жертва. То есть было условие. Мы выпускаем в эфир твой документальный фильм о шахтерах «Забой», а ты покидаешь телеэкран. вот многие ли способны на это? А вот так вот в расцвете программу «Оставить и уйти тяжело?» Да. Там плакали, когда мы закрылись. Мы показали этот фильм шахтерский, после чего погибло 74 человека через полчаса в той шахте, которую мы снимали в Луганской области. Я был доверенным лицом Юры Щекочихина, и он избирался в депутат. Так совпало, что вы... Ну да, закончилось полчаса взрывалась шахта, и 72 или 74 человека погибло. Какой ужас? Но это было подтверждением абсолютным тому, что мы показали о той скотской жизни, в которой жили эти несчастные люди. Ну тогда мы не знали, и мы в конце дали песню от моего любимого Высоцкого. Корабли постоят и ложатся на курс, но они возвращаются сквозь непогоду. Я, конечно, вернусь, я, конечно, вернусь, не пройдет и полгода. И каждый вышел. Из тех, из бригады, кто работал, и в конце я. Но вернулся я через три месяца. 91-й год, 19 августа, три дня в Белом доме, фильм, который назывался «Август 91-го, монтаж на тему». А что в журналистской профессии самое трудное и несправедливое, Валый? И что самое прекрасное и интересное? Расследование. Для меня было. Самое прекрасное и интересное? Потому что мне самое интересное было не телевидение, а семь лет моих занятий расследования нацистских преступлений. Мне было 24, когда я начал. И потом две книжки, которые я написал. Я отправлялся в какие-то там вообще такие дыры и искал свидетелей, которые мне показывали места, где расстреливали эти места, вскрывали, делали сегсгумации. В общем, это было очень интересно. А как это все вообще сделать-то? То есть это нужно же какие-то разрешения, какие-то архивы. Ну так я в архивах и сидел. А когда я находил в архивах что-то, то я ехал. Ну сначала я начал с голландца, там с одного мультимиллионера. А потом по другим пошел. Мне дали полное разрешение сидеть в архивах. А голландец это был фашист? Голландец был ССС, да. И он получил 15 лет. По результатам расследования вашего? Да, по результатам статьи в «Комсомольской правде». Ему дали 15 лет, он бежал, его нашли. Потом 10 лет. А потом знаменитый этот Руденко, генеральный прокурор, он сказал, чем могу помочь? Спасибо, я говорю. Так посидеть бы, почитать. Он говорит, вот туда. И вот так, как ваша студия, пыльные папки. Черт, никто их не брал в жизни. У меня это все. В руки, да? Да, вот такие слой пыли. Я так одну папку достану, 100 падает мне на голову. Начинаешь читать, нашел, поеду именно к этому. И так вот ездил. Латвия, Эстония, Украина. Ну, много, Белоруссия. Слушайте, ну это нам страшно, вот такие расследования проводить. Это же все-таки не о краже на мукомольном комбинате. Ну там кражи-то были, будь здоров, покруче, чем мукомольный комбинат. Я о чем и говорю. Это же, наверное, страшно очень. Нет, не страшно. Иногда письма приходили с угрозами. Но тоже это все заканчивалось по-разному. Одного взорвали в штате Детройт, Лига защиты евреев, который мне угрожал. Но это они сами решили. Без вас, да, я понимаю. А самое сложное и неприятное что? Самое неприятное? Ну, когда сидишь и не понимаешь, вот, черт это ты сидишь с ним. Вот о чем с ним разговаривали? Но это уже когда пошел конвейер, и когда какие-то вот приходят, вот надо обязательно позвать там пять или четыре человека. Да-да-да. И что-то они несут. Причем путаются, особенно это часто бывало с артистами, которые сегодня вот пришли, одно рассказывают, а в следующий раз приходят и говорят, я ее так люблю, так люблю. Я говорю, подожди, ты мне в прошлой передаче рассказывал, что ты любишь совсем другую. Она говорит, я перепутал, извини. Вот, да, иногда так бывало. Владимир Кириллович, это порода. Это порода, понимаете. Это как вот док среди каких-то, значит, такс, в общем, да. А он такой идет, такой большой, белый, немножко удивленный, так сказать, да. И главное, что не меняющийся. Поразительная вещь. Вот как он был, когда я был другим, да, я уже давно, уже просто, да, на погост пора, а он все такой же, значит, вот не меняющийся, да, с той же манерой общения, с той же, так сказать, какой-то такой доброжелательностью. Вот это тот случай, когда годы не властны, и ты, говоря это, не врешь. Я с огромной какой-то симпатией и уважением отношусь к нему, как вот к явлению на нашем телевидении. Мне не хочется говорить о том, что, там, нам не хватает Владимира Молчанова. Нашему телевидению не хватает совести, вот. А, так сказать, а тут это взаимосвязанные вещи, понимаете, да. Но я надеюсь, что, что рано или поздно, так сказать, вот эта вот поэзия деструктива, значит, гадости и так далее, она сменится на какую-то гармонию все-таки, да. И Владимир Кириллович, как по-прежнему молодой, вдруг возникнет, и мы все будем рады тому, что мы вернулись к каким-то нормальным человеческим вещам. Ну, вот если взять, что, как сказала моя редактор, чудесная женщина, около 10 тысяч интервью, да, то я думаю, что настоящих было штук 200-300, которые были интересны, вот от которых я оторваться не мог. Но тоже немало, Володя. Тоже, я потом сделал 25 фильмов или 28 фильмов. С некоторыми я разговаривал до этого, но с людьми, с которыми я был знаком, или которые мне были очень интересны. Я о каждом сделал фильм «40 минут». Там были и Вася Аксенов, и Василь Быков, и Тони Нагуэра, и Ани Жерардо, и масса там всех было людей, с которыми я очень хотел поговорить. И Майя Михайловна была Плесецкая. Она мне там сказала, как я в нее влюблен был. А сейчас в профессии что вам интересно? Ничего. Почти ничего. Потому что я считаю, что сегодня журналистики как таковой не существует. Очень мало. Один-два, полтора процента. То, что можно назвать журналистикой. У меня студенты 5 или 6 лет, но у меня такое впечатление, что из них тоже один или полтора процента останутся в журналистике, а другим просто нужно получить бумажку. Арина Шарапова. У нас сейчас с журналистикой, на мой взгляд, такая большая беда. И часто меня спрашивают, а у вас кто кумир в журналистике? Вот я хочу сказать, что помимо каких-то западных журналистов, конечно, я не буду сейчас вспоминать даже, Молчанок является как раз тем человеком, который для меня является образцом журналиста. Он официально-то гениален. У него прекрасная речь, у него чудесный русский язык, он прекрасно замечает окружающий мир, подмечает и совершенно правильно информирует об этом мире. Это тоже очень важно. Для журналистов очень важно быть любопытным, любознательным. Его любознательность очень большая. Но она такая токсичная. Боже мой! Я у него учусь. И в личном общении он тоже очень токсичный. Он такой обаятельный. Он такой классный. Мне иногда кажется, что он ангел, который с ним сошел. Если бы на журтах преподавали Молчану в качестве образца, я думаю, не ошиблится. Я согласен. Ария Феринка, генналистике не может быть гениальности. Это не та профессия. Нет, мы понимаем. Можно что-то оставить. Знаете, когда умерла Мансурова, актриса Бахтанского театра, один мой друг, артист, написал песню, которую он исполнил на ее панихиде. Там были такие строки. Но это надо понять, сегодняшние молодые люди не поймут. Это актеры театра уходят бесследно. Пусть голод звучит на пластинке победно. Не видим мы глаз и не видим движения. И все же пластинка без искажений. Актер умирает, как все, очень просто. Пусть гением был, пусть огромного роста. Он не оставляет станков и машин, но он оставляет частицы души. Это та эпоха, когда почти ничего не снимали, когда вот на пластиночку, если запишут. Вот частицы какие-то души можно оставить. А гениальность, я думаю, какая гениальность? Но журналист должен быть известен. Я всегда призываю к этому своих студентов. И говорю, неизвестный журналист, это как неизвестный актер. Кому он нужен? Кому он нужен? Да, да, да. Это правда. А вам с ними легко, с молодыми? Ну, нет, поскольку я очень многого не понимаю из тех слов, которые они произносят. Но я зато их слушаю, они мне советуют, что посмотреть, каких блогеров почитать. Я мучаюсь, но даже Ивлееву, Бузову так и приходится. Но я же должен знать. Они же спрашивают, как вам? Я понимаю. Это гениально? Да, да, да. Да, да, да. Я понимаю. Спасибо вам большое. Просто я за Шараповой повторю, что вы когда говорите, охота вас слушать, просто не приходя в сознание, еще три часа. Что вы говорите? Это чистое правда. Да? Да, так что спасибо вам большое. Говорите, пожалуйста, нам, зрителям и слушателям, как можно больше всего интересного. Потому что если вы нам не расскажете, а вы это конкретно, Владимир Кириллович Молчанов, мы ниоткуда это не узнаем. Спасибо. Спасибо, а я очень жду продолжения хроники гнусных времен. Спасибо. Спасибо. Несмотря на все возражения Владимира Молчанова, он действительно легенда. Он из тех журналистов, с кого началось настоящее телевидение, интересное и нужное. И даже сегодня, когда времена сильно изменились, у него есть чему поучиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok